МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проверили свои знания. Жители региона написали большой этнографический диктант. Какие результаты показали участники всероссийской акции? Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги последнего рабочего дня. В студии Олега Танзейский. Мы начинаем. Парламентская ассоциация Северо-Запада России проходит в эти дни в Сыктывкаре. Работа 55-й конференции началась на базе Государственного совета Республики Комия. В мероприятии принимают участие делегации законодательных собраний 11 регионов Северо-Запада России. Ненецкий округ представляют спикера Кожного собрания Александр Лутовинов и председатель комиссии по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользования Матвей Чупров. Все подробности далее. В повестке заседания 18 вопросов, в том числе о развитии туризма и культуры, об охране здоровья детей в образовательных организациях, обеспечении жильем отдельных категорий граждан. Кроме того, делегаты парламентской ассоциации приняли обращение к председателю правительства России Дмитрию Медведеву, в котором обобщили предложение региональных законодателей по совершенствованию межбюджетных отношений. Представители законодательных органов Северо-Запада России предлагают доработать подходы к расчету объемов расходных обязательств, модельного бюджета, с учетом территориальных и природно-климатических особенностей субъектов России. Мы предлагаем как раз корректировать эти вопросы и модельный бюджет формировать. Модельный бюджет само по себе, конечно, нормальное явление, то есть правильный подход, который заставляет и нас, в том числе, рационально использовать имеющиеся финансовые средства и заботиться о том, чтобы поступали налоги в бюджет. Но при формировании этого модельного бюджета все-таки учитывать особенности. Вот, например, особенности Крайнего Севера, о которых мы говорили. У нас в Псковской области большое количество населенных пунктов, в которых проживает, ну, предположим, от нуля до десяти человек, более двух тысяч населенных пунктов. Это же тоже особенность, которая влияет на то, что затраты на обеспечение. Глава Республики Коми Сергей Гапликов в своем обращении подчеркнул, что сегодня деятельность парламентской ассоциации в условиях реализации стратегического майского указа президента России о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года приобретает особое значение. Наша общая задача – добиваться изменения, в том числе и федерального законодательства. Это, конечно же, вопросы совершенствования 131-го закона о местном самоуправлении. Очень живой закон, и в который уже внесены сотни поправок. В 224-х госзакупках – это новое правило утилизации твердых бытовых отходов. Это проблема, которую Ольга Викторовна тут обозначила своим приветствием. Выработка современных подходов к расчету северных льгот. По мнению спикера собрания депутатов Ненинского округа Александра Лутовинова, работа в рамках парламентской ассоциации – это такая форма межпарламентского сотрудничества, благодаря которой каждой проблеме можно подходить консолидированно. Каждый вопрос тщательно прорабатывается, готовится экспертная оценка. Общее решение является более полновесным, учитывает особенности тех регионов, о которых идет речь. Для регионов очень важно учитывать особенности, которые касаются тех или иных регионов. И вот сегодня четыре вопроса практически касались вопросов решения проблем северов, арктической зоны. Поэтому, если говорить о сегодняшней конференции, то она действительно в этом смысле для нас была достаточно важной, потому что как раз позволяет консолидированно решать те вопросы, которые стоят перед нашим регионом. По мнению Матвея Чупрова, который руководит комиссией по делам народов Севера, в окружном парламенте для арктической территории наиболее актуальны вопросы поддержки коренных народов. Северный завоз – оказание качественной медицинской помощи. Тема Арктики, тема Севера, она очень актуальна для России в целом. К сожалению, развитие законодательства арктического, оно замедлилось в последнее время, и мы ставим перед собой главную задачу совместно с другими субъектами Северо-Запада усилить эту работу. В ходе работы конференции парламентариям Северо-Запада удалось рассмотреть ряд важных вопросов, которые касаются устойчивого развития сельских территорий, культуры, охраны здоровья детей. Также обсудили возможность увеличения финансирования за счет средств федерального бюджета на реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем, инвалидов войны и боевых действий и членов их семей. Ольга Русл, Татьяна Супряткина, Дмитрий Ведерников, Телеканал «Север». На строительство зимней дороги Харивер-Мусер-Шор в зимний период выделят 12 миллионов рублей. В предстоящем зимнем сезоне, как и в прошлом году, помощь в обустройстве и содержании автозимника окажет нефтяная компания «Лукойл». В рамках соглашения об участии недропользователя в социально-экономическом развитии региона соответствующее решение принято на очередном заседании окруженной администрации. Обустройство зимней дороги ежегодно позволяет обеспечить для жителей поселка постоянную транспортную связь о столице Ненинского округа и Республикой Коми. Традиционным партнером округа решение этой социально-экономической задачи является компания «Лукойл». Планируется, что средства в размере 12 миллионов рублей будут перечислены на счет муниципального предприятия Заполярного района «Северожилкомсервис» после подписания администрации «Лукойлом» протокола в рамках ранее заключенного соглашения о сотрудничестве. С метой по мероприятию предусмотрена оплата труда, командировочные расходы, содержание имущества, материальные запасы и общихозяйственные расходы. Планируемый получатель средств – муниципальное предприятие Заполярного района «Северожилкомсервис», которое имеет в своем распоряжении всю необходимую технику и базируется непосредственно на жилищно-коммунальном участке предприятия в поселке Харивер. В свою очередь администрации Заполярного района будет поручено обеспечить целевое расходование упомянутых денежных средств, а также организовать своевременное строительство и содержание зимника вплоть до 30 апреля 2019 года. Начало строительства зимней дороги запланировано на декабрь в поселке Харивер. Напомню, сейчас проживает порядка 700 жителей Ненецкого округа. В округе внедрят систему «Умный город. Регион» станет одной из площадок, где реализуют пилотный проект Минстроя России, направленный на формирование эффективной системы управления городским хозяйством и создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан. Основной инструмент реализации проекта – это внедрение передовых цифровых и инженерных технологий в городской и коммунальной инфраструктуре. Так, после внедрения «Умного города» в регионе можно будет создать интеллектуальную транспортную систему, единую платформу управления городскими ресурсами и сервисами или систему контроля и управления инженерной инфраструктурой в зданиях. Порядок подготовки регионального проекта включает в себя несколько этапов. Первый из них – это разработка и утверждение самого проекта. В Ненецком округе планируют завершить к концу 2019 года. Всего в пилотном проекте участвуют 36 регионов России. В 202 городах уже внедрены и успешно работают некоторые решения «Умного города». Два соцпроекта от Ненецкого округа признаны победителями конкурса президентских грантов. Всего от региона на гранты в рамках второго и текущем году в конкурсе претендовали четыре заявителя. Три проекта прошли оценку экспертов, один отклонен за несоответствие документации. Общая сумма, выделенная общественникам округа на реализацию этих проектов, составит порядка одного миллиона рублей. Президентский грант получит анимационная студия «Ангел», представлявшая проект «Полярный мультиэкспресс». Он направлен на популяризацию и развитие анимационного искусства в Ненецком округе, в том числе как нового вида досуга для детей и подростков. Также поддержку из фонда президентских грантов получит клуб «Фортуна» с проектом «Ипотерапия для детей.Нао». Проект предусматривает организацию занятий по развивающей верховой езде для детей от 6 до 10 лет с ограниченными возможностями здоровья. Напомню, в 2018 году в рамках первого конкурса президентских грантов семь социальных проектов из Ненецкого округа были признаны победителями. Сегодня в окружной столице подвели итоги чемпионата профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс», что в переводе с английского языка означает «Олимпиада возможностей». Само движение основано в 70-х годах прошлого века в Японии. Россия присоединилась к нему лишь в 2014 году. В этом году впервые чемпионат провели в Ненецком округе. Организаторы конкурса не ожидали, что желающих соревноваться в нескольких компетенциях от бисероплетения до поварского дела будет так много. Все подробности прямо сейчас. Победитель Ермолин Роман Михайлович! Роман Ермолин – студент Ненецкого аграрно-экономического техникума. Он стал золотым призером в компетенции предпринимательства. Задания были очень сложные, потому что у меня подготовка заняла много времени. Мы в техникуме сидели до поздна, приходили домой. Я лею суставы и сразу спать. Моя создано даже не делал. Думаю, преподаватели это понимали. Незавтра я место занял. А зачем это тебе надо было? Ну, потому что я в дальнейшем хочу открыть свой бизнес. И это большой опыт, большой опыт в этом был. Действительно, Роман получил большой опыт. В рамках его компетенции предстояло выполнить четыре модуля по развитию бизнеса. Ну, у них есть ситуация, что Марина держит цветочный магазин. Она занимается выставками, она занимается менеджментом. У нее есть сотрудники, которые работают полный рабочий день, неполный рабочий день. И ребятам надо посчитать заработную плату, спланировать рабочий день этого менеджера Марины. И, соответственно, определить бизнес-идею, определить целевую аудиторию. Им надо самостоятельно спрогнозировать, определить задачи их бизнеса вообще в целом. В общем, задания были сложные, но интересные. Причем соревновались не только интеллектуально, но и творчески в семи компетенциях. Это резьба по дереву, бисероплетение, вязание крючком и на спицах. Кстати, в этой компетенции победительницей стала Марина Емельянова. У нас были в нашей группе слабовидящие, слабовидящие две гражданки. Естественно, вязание, если, например, я вижу в очках, спокойно вяжу, то там надо было принимать усилия. В общем-то, я не надеялась, что мне присудят. Я бы сказала свое мнение, что надо все-таки в разных весовых категориях уделить больше внимания тех, кто слабовидит. И понятно, что это разница большая есть. Но экспертам спасибо, наверное, приняли решение. Мне приятно. Все замечания конкурсантов организаторы Центра развития образования обещают учесть в следующем году. Ведь Обилимпикс в Ненецком округе проводится впервые. Он стартовал 29 октября на территории 4-й школы. Его участниками стали 51 человек. Среди них школьники до 14 лет, студенты и взрослые до 65. Кроме конкурсных заданий, для них была запланирована и деловая программа с проведением круглых столов и мастер-классов. Финальной точкой стала сегодняшняя торжественная церемония закрытия Обилимпикса. Все молодцы. И вот сегодня они тоже пришли с большим желанием на заключительное мероприятие этого конкурса. Все присутствуют. Я думаю, что вы видели, какие эмоции испытали. Один победитель у нас даже расплакался. И все довольны. Я думаю, что все довольны. И уже первый региональный чемпионат прошел на должном уровне. И я думаю, что уже в следующем году нам будет намного легче. И мы уже учтем все те замечания, которые выскажут люди со стороны. Что-то у нас не получилось. Я думаю, что будет еще лучше. Впереди организаторов конкурса ждет сложный выбор. Сегодня состоится еще одно заседание оргкомитета, где выберут победителя, который отправится на всероссийский конкурс. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Ненецкий округ сегодня присоединился к всероссийской акции «Большой этнографический диктант». В нашем регионе, как и по всей России, он проходит третий год подряд, привлекая все больше участников, независимо от возраста, национальности и, конечно, образования. Чтобы проверить свои знания по истории, культуре и традициях, мог каждый желающих. В округе организовали 13 региональных площадок, в том числе 7 на территории города. Самой посещаемой стала Центральная библиотека имени Алексея Пичкова. Подробности прямо сейчас. В читальном зале окружной библиотеки сегодня практически не осталось свободных мест. Для участия в «Большом этнографическом диктанте» здесь зарегистрировались 53 человека. Среди них Галина Анатольевна Артеева. Масштабные акции она участвует третий год подряд. Некоторые вопросы есть повторно с первого диктанта. Некоторые вопросы новые. В первом диктанте не было. Там были регионального блока. Там не было регионального блока. Вот второй диктант с региональным блоком был. И вот сейчас есть региональные блока. В первом диктанте эти были какие-то общие вопросы, как коренных народов, так скажем. Но не скажу, что какие-то... Хотя вопросы и попались, которые вызывали сомнения. Проверить свой уровень этнографической грамотности и знания о народах, проживающих на территории нашей страны, сегодня пришли как школьники, так и представители высокого возраста. Самому старшему участнику 76 лет. Виталий Никитич признается, не все задания давались легко. У нас многонациональная страна, так что тут есть такие вопросы, которые я задумывался, может, неправильно ответить, не спорю. Результаты будете себе отслеживать? Ну, потом результаты посмотрю. Ну, как считаете, на какое количество баллов берете? Есть у вас какая-то планка, которая будет? Нет, у меня никакой планки. Сколько возилось, только ради интереса просто. Ради собственного интереса и по предложению мамы проверить свои знания по этнографии пришла и Мария Санникова. Ей 15 лет, и она самая юная участница всероссийского диктанта. Вопросы, в общем, были несложные. Коренные там народы Наринмара, это просто, не знаю, легкие ответы. Легкий вопрос. Легкий вопрос. Как считаешь, на какой балл? Ну, я могу сказать, что я справилась хорошо. Не на миске, а хорошо. Главная задача всероссийской акции заключается не просто в том, чтобы проверить уровень этнографической грамотности жителей, но и вызвать у них интерес и желание к изучению истории, культуры и традиций многонациональной России, тех, кто живет рядом. Наверное, такой диктант нужен, потому что этнография – это все-таки такая наука, но которая разносторонняя, которая изучает историю народа, изучает культуру, литературу, обычаи, традиции наши. Поэтому, наверное, каждый человек, который здесь проживает, должен это знать. Ну, а самая главная цель, конечно, диктанта – это чтобы люди после вот этой просветительской акции, появился интерес у них такой изучать эту всю историю, литературу нашу региональную, но и не только региональную, конечно, и российскую. Для тех, кто не успел проверить свои знания по этнографии на региональных площадках, вперед со 2 по 5 ноября будет организовано онлайн-тестирование на официальном сайте miretna.ru. Там же 10 ноября будут опубликованы правильные ответы и разбор типичных ошибок большого этнографического диктанта. Индивидуальные результаты станут известны позднее – в День Конституции России 12 декабря. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Наринмаре сегодня сшили одеяло мира. Акция стала заключительной в череде мероприятий, привороченных ко Дню Народного Единства. Участие в ней приняли 6 различных диаспор, зарегистрированных на территории округа. Подробности в следующем материале. Шесть представителей различных диаспор – Азербайджанской, Чеченской, Русской, Коми, Ненецкой и Казаки Арктики – накануне акции проводили классные часы в городских школах. Они рассказывали детям о своих традициях. У нас было выделено немного времени и рассказывали свои традиции, обычаи, как все происходит. Но на данный момент, когда мы разговаривали, была затронута у нас тема свадьбы, как она проходит, что там делают, как должны себя вести и жених, и невеста. В общем, в таком формате мы их проводили. Затем красками на лоскуте ткани все вместе рисовали свой символ. Например, Коми землячества изобразила белого медведя на фоне солнца – Ненецкая бубен. Мы проводили в коррекционной школе, рисовали мы ложку, русскую, ложечку. Каждая из шести присутствующих на празднике диаспор показала себя. Пели народные песни и частушки, плясали от души. А казаки Арктики продемонстрировали свое умение мастерски владеть шашкой и нагайкой. Акция «Одеяло мира», организованная Центром развития молодежи, проходит в Ненецком округе во второй раз. Будет храниться у нас в молодежном центре. Эта акция проводится второй год подряд. Соединим еще с тем одеялом, которое было в том году. Будет так у нас. Всего же в Ненецком округе зарегистрировано 37 объединений. Это национальные диаспоры, клубы общения земляков, в том числе жители уже исчезнувших с северных деревень. У нас не ледочка, мы взяли, вот где наши бабушки, а не пойдем больше туда. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». 4 ноября в Наринмаре поселке Искателей пройдет «Ночь искусств». Она будет приурочена ко Дню народного единства. В Наринмаре «Ночь искусств» пройдет во Дворце культуры Арктика с 19 до 23 часов. На площадке под названием «Творчество объединяет». Она расположится в фойе первого этажа, организует мастер-классы по бисероплетению, мыловарению, росписи по ткани, бумажные пластики, арт-декору, кондитерской росписи и другим ремеслам. В Зимнем саду Дворца культуры разместится художественная студия, а в концертном зале пройдут кинопоказы. В фойе второго этажа на площадке «Танцы объединяет». Желающие смогут поучаствовать в танцевальной программе. Третья площадка «Театр объединяет». На ней также расположится фотовыставка и тематические фотозоны «Выскатели. Ночь искусств-2018» пройдет в поселковой библиотеке. На тематической площадке «Живопись и я» будет находиться фотозона, на которой любой желающий сможет стать частью полотна знаменитого художника и сфотографироваться на фоне картин Сурикова, Воснецова, Ван Гога, Малевича и других художников. На площадке декоративно-прикладного искусства организуют мастер-классы по плетению в технике куме-химо. На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. Хороших вам выходных и до встречи в эфире.